СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГРЕСС 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 РЕГРЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГРЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГРЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГРЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГРЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГРЕСС ПЛАЗМА Вот если всё нагревать, 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 нагревать Лёд вы превратите в жидкость, жидкость превратится в газ Газ будете нагревать, молекулы будут сталкиваться Чем больше нагревания, тем больше скорость движения молекул И они начнут распадаться на атомы А из атома будут вылетать электроны И другие частицы, они сталкиваются И получится плазма Вот когда вы смотрите на Солнце, что вы видите? Вот там плазма бушует всё время Там ничего твёрдого, конечно, нету И ничего жидкого там нету И газов там нету Потому что они присутствуют Не в молекулярном состоянии А в атомарном и суп-атомарном То есть ниже, чем в атомарной уровне И вот Когда мы берём сложные организмы Они уже из всего этого состоят Сложные Сложные То есть Развитие состоит В движении простого К сложному, низшего, к высшего Это развитие А в развитии, в любом развитии Есть противоположные тенденции Наряду с тем, что мы позавтракали И пополняем свой запас Питательных веществ для строительства Наших органов, так и клеток Идёт процесс распадения В клетках, правильно? И освобождение от всего Ненужного организма И существует целая система Значит, венозная кровь забирает Это всё из клеток И, так сказать Она несёт к соответствующим органам А именно там В лёгкие для того, чтобы В легкий слой газ Отсюда выбросить В лёгкие А кислород забрать Так И, соответственно В почве К печени и так далее Чтобы освободить организм От ненужных шлаков И так далее То есть При всяком вот развитии При любом развитии Наряду с восходящим движением Есть противоположные Пример Вот мы с вами сейчас сидим и занимаемся Вы находитесь Однозначно В восходящем движении Почему? Вы студентка, так? А как студентка Вы есть Бакалаврова Будете Бакалавров в становлении То есть Если я вас прошёл Бакалавр Что надо сказать? Да или нет? Да Как? Не надо Да, надо говорить Не надо себя принижать Бакалавр Да В становлении Ну, если в становлении Значит, идёт же процесс Вот Причём И цель этого Определена И направление Определено Вот Вы есть Бакалавров направление Скажем, и наш курс Он вписан В систему подготовки Бакалавров Потому что бакалавр Должен владеть Наверное философией Потому что там, где заходит Речь об общих вопросах Общих Что такое общие? Общие Потому что они Разным всяким сторонам Жизни, деятельности Общества присущи И чтобы вы сталкивались С какими-то конкретными вещами Уже имели Такой за душой багаж Что вы там не новичок А вы хоть в целом В конкретности Надо вам подсобрать Материалы Разобраться Но в целом И в общем и целом Вы понимаете О чём идёт речь И можете Сформировать уже свою позицию И уже в соответствии Своей позиции Будете дальше Набирать необходимый Дополнительный материал Вот Именно Поэтому Мы можем сказать Что вы находитесь В процессе Развития Вы меня можете сказать Что я нахожусь В процессе Развития Поскольку у меня Есть научная работа Я её веду Я соответствующие вещи Изучаю Или формирую Вот Причём Под научной работой Понимается Достижение нового Чего не было в науке до этого Если я буду Что-нибудь старое выдавать Я не буду соответствовать Понятию учёного Правильно? То есть я тоже нахожусь При этом Должен вам сообщить Такую печальную весть Но не новую Что при этом При всём При своей нашей Восходящей этой линии Как вы говорите Мы при этом с вами Ну вы как бы Взрослете А я старею Так будем говорить Так вот Мягче как-то выглядит Да? Но в общем-то Линия это всё равно Одна То есть лидия связана С обратным процессом То есть один процесс Связан с Приобретением знаний Приобретение навыков Он сугубо положительный И с противоположным процессом Который Кончается В один прекрасный день Когда Какой-нибудь Рассказывает Про профессора университета Что вот ему там Только что Отпраздновали 85 лет Или 90 Он был В самом расцвете сил Потом запнулся За порог упал И не встал Но это Только частный пример Но Изучая вообще Все процессы развития Философия Выяснила Что всякое развитие Идёт через борьбу Противоположных Тенденций Через борьбу Противоположностей Нет Такого развития В котором Было бы Только Движение Вверх 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 И В связи с тем Что вы не присутствовали Вот на прошлом занятии Я хочу И для вас Тоже напомнить Вот такое Такое Рассуждение О борьбе нового со старым Развитие Это ведь не просто усложнение А новое Которое появляется И которое сложнее Сложнее Богаче Можно сказать Оно Противоставляется Старому Правильно И старое А старое Может выступать Против этого нового Если мы ставим Вопрос о том Кто На самом начале Когда новое появляется Кто Из Этих двух Сильнее Что вы скажете Когда новое Рождается Оно сильнее Или слабее старое А Слабее На новое Рождается Вы видели новорожденных Что вы говорите Извините меня Ну новорожденный Что он сильнее матери Да ладно Мама его на коляске катает А он Он ничего еще не может Кроме того что Соску сосать И грудное молоко Новое Когда рождается По общему правилу Раз оно новое Оно в скольких Головах рождается В одной Если в двух Это вообще какая-то Редкость Мы с вами сидели И одновременно Вам пришло Одновременно мы это Высказали И одновременно написали То есть А раз То есть он никогда Это новое Не распространено Как широко Известный принцип И поэтому В начале Новое Передовое Оно Слабее Вот второй вопрос Кто Побеждает В борьбе нового Со старым На начальных этапах На начальных этапах Когда новое Появилось Старое Побеждает Почему Потому что Оно сильнее Потому что в борьбе Побеждает всегда Сильнейший А не слабейший Но Мы же говорим Не о каком-то там Неизвестно о каком новом А о таком Которое передовое Поэтому его Ну невозможно задушить Совсем Правильно Поэтому оно Не просто там Терпит поражение Оно в этих Поражениях Учится И Раз оно учится Оно Крепнет Мужает Усиливается Сила его растет И оно растет Постоянно В том числе И в ходе Тех поражений Которые Оно Имеет И наконец Оно набирает Такую силу Что начинает Становиться Вровень Или даже Теснит старое Правильно И вот тогда Это вот Ну вот Поступаем на такую Дорогу Алло Алло Мы поступаем на дорогу Такую дорогу Когда Кажется что вот Очень здорово Все идет Сказать Хорошо Все идет хорошо Но появляется новое Потому что Процесс нового Появления нового Неостановим По отношению к которому Это наше новое Которое уже все побеждает Старое Оно становится По отношению к новому Новому Старому Правильно А значит Оно успешно борется С этим самым новым С тем новым Которое появилось И так И так постоянно Алло Здравствуйте Здравствуйте Очень коротко У меня лекция Девять сорок пять Пожалуйста Да Но Мы можем сделать и общий вывод и мы его делали Что следовательно всякое развитие содержится две тенденции Одна Тенденция Которая совпадает с направлением развития позитивная И другая тенденция которая противоположна направлению развития негативная И вот эти две тенденции имеют свое название Как называется та тенденция в развитии которая совпадает с направлением развития Как вы ее назовете? Прогресс А как вы назовете ту тенденцию которая противоположна? Регресс Вот тогда мы с вами получили вот такие две категории Которые на самом деле не независимы друг от друга Потому что регресс противоположен прогрессу, а прогресс Просположен регрессу И мы сразу получили не две какие-то отдельные категории Вот вы начали говорить на таком языке элементы, структура Я хочу вам сказать, что существует такой так называемый системный подход Как некая противоположность диалектики Который состоит в том, чтобы все обрисовывать так Вот вы есть система, у элемента есть внешняя среда Это не вы, и внутренняя среда это вы Есть элементы и структура элементов Руки, ноги, сердце, печенка, телезенка И все разбивается, живой организм Или общественный, или социальный, или биологический Разбивается на какие-то элементы и структуры И это годится для того, чтобы разрубать мясо Для того, чтобы продавать Помните, там висят такие в мясных магазинах, не во всех И там написано тонкий край, толстый край Все по элементам, что вам отрубить и что завернуть Когда вы имеете дело с чем-то живым Нет этого вот такого разделения Потому что, если я вас спрошу, где у вас рука начинается? Что вы скажете? Тут? А живая она у вас рука? Если живая, то она с кровью А кровь у вас откуда идет? Что-то вы там куда-то далеко унесли А кровь откуда у вас идет? Не отчерчили? Пальчиком пошевелите, пожалуйста, как это врачи делают А это вы откуда сигнал? Пальчиком Поэтому вот такое вот Ну там что, у вас перегородочка здесь стоит Написано, это рука, это не рука То есть на самом деле Человек и вообще органическое целое Это целостность, ее нельзя вот так разделить То есть рука может быть взята только вместе с человеком Живая рука Ну вот если, не дай бог, авария какая-то Вот бывает такое на дорогах То есть не только руки отрываются, головы откатываются И даже про это дело такие грустные и одновременно Вроде смешные, но грустные анекдоты о том, что не знал милиционер Как написать в протоколе вот Голова на поребрике лежала Он подумал, а как написать, по-ребрику или по-ребрику Не знал, он откатил на тротуар и написал На тротуаре лежала Это вот тогда, когда уже мы имеем дело с трупами Тогда можно говорить, вот рука То есть она оторвана или отрезана Бывают случаи Трактористу одному так отрезал, но его пришили в конечном итоге И она у него заработала Но пока она живая, она не отдельно И если я потяну у вас руку, то я потяну у вас целиком Поэтому этим пользуются молодые люди, когда они предлагают Просят у девушки руки Достаточно руку попросить и все Правильно? Вот надо не забывать этого целостного Целостность всего Или душу Потому что душу вы не выйдете Я забираю, а это все дало Мне как будто это шелуха Так не получается Поэтому, если мы берем вот эти явления, какие мы рассматриваем Вот прогресс и регресс, они не существуют Отдельно от того, в чем они прогресс и в чем регресс А во-вторых, никогда не бывает прогресс без регресса И регресс без прогресса Какое-нибудь вы можете привести пример Какого-нибудь прогрессивного явления, у которого бы не было регресса Вот смотрите, машины едут Это же прогрессивно, да? Быстро едут, так быстрее добирайтесь А вы посмотрите, что у меня из за выходной трубы идет Этим мы все дышим Это же регресс? Потом, я вот только что говорил про аварии Это же явление, если бы вы телеги ездили, так машин Аварий было бы гораздо меньше, правда? Это же прогресс, а если самолет, какой прогресс, как быстро летит? Ну, в чем прогресс тогда? Если уже упадет, тогда не будет долго мучиться никто Очень быстро все произойдет А? Расширение вселенной Она же только расширяется и не освежается Да Почему вы думаете, что она только расширяется? Это вы в пределах своего, так сказать, срока, как говорится, жизни рассуждаете Отсюда вы знаете, что она вот Это она сейчас расширяется А сколько-то миллионов лет она расширяется Какой у нее интервал пульсирования, вы знаете, мы не знаем Что такое для вселенной там Один, два, три года, сто лет, двести лет, триста лет, четыреста лет Миллион лет, может, ничего не означает Вот идет у вас сигнал света Сколько у нас, есть такое даже понятие Как меряют расстояние, знаете, да, астрономы В световых годах Это вот то расстояние, которое пройдет луч свет Со скоростью 300 тысяч километров в секунду за год И вот дальше они эти расстояния меряют Поэтому расширение вселенной Это вот то, что сейчас дают наши приборы Означает ли это, что есть только расширение А что, ничего во вселенной не сближается? У нас вот, например, та же самая Земля Она то сближается С Солнцем, то отдаляется Она же, видите, да, то сближается, то отдаляется А Луна, она тоже Что там, у нас круговые есть эти траектории Нету круговых, правильно? А время А время, это такая характеристика материи Которая, это характеристика изменения Поэтому, это вот характеристика того, что вы называете усложнением Все усложняется Все нынешнее содержит в себе все прошлое Будущее содержит и нынешнее, и прошлое Раз все усложняется Вот выражением этого развития, как Движение низшего к высшему простому И является время Время, это не что-то, которое существует Помимо материи, рядом с материей Для материи, или над материи Это материя, это характеристика самой материи Она же усложняется Идет развитие материи Вот характеристика эта Раз развитие идет И при том, что тут есть отрицательные тенденции Но в целом-то идет развитие Ведь наличие прогресса и регресса Не зачеркивает того, что идет развитие Развитие идет, но идет оно не без борьбы Прогресс и регресс И регресс может выигрывать у прогрессивной линии какое-то время Но в конечном итоге В конечном и в итоге идет усложнение Что вы с самого начала и сказали Раз усложнение, это значит, что Такой генеральной линией Движения всего, что есть в материи И материи самой Является развитие И, следовательно, и соответствующие тенденции Неравны эти тенденции То есть, прогрессивные тенденции Можут проигрывать Раз проигрывать, два проигрывать Но в конечном итоге она берет вверх Вот что важно Теперь нужно еще это применить нам К теории, то есть к социальной практике Поскольку у нас тема не просто прогресс и регресс Он везде существует А примените к социальной практике к обществу А в обществе? В обществе существуют разные общественные силы, правильно? Есть силы, которые выступают на стороне развития Это силы прогресса Есть реакционные силы Там уже мы говорим не регресс, а реакция Если мы говорим об обществе, да? То есть тогда тенденции реакционные и реакционные силы Поскольку общество это самое сложное на сегодняшний день Состояние материи Или форма существования материи То понятное дело, что здесь Некоторые процессы идут более быстро и усложняются Например, вот понятие прогрессивного класса Скажите, пожалуйста, класс рабовладельцев Он всегда был реакционным? Или было время, когда он был прогрессивным? Что это за время? Когда формировалось еще только рабовладение, да? И распадалось Первобытно общинный коммунизм То есть общество прозябало, так сказать, ну как бы В таком зачаточном состоянии человеческое С одной стороны, вроде, общее собственность На средства производства Все распределяется, так сказать, по справедливости Что добыли, но скудость всего Нет развития наук, нет развития искусств Хотя наскальные живописи уже есть И загадки себе люди наставили Но разгадки они еще пока не имеют А с переходом к рабовладению Связано развитие наук и искусств Начало бурного развития наук и искусств И, собственно говоря, с этого начинается Вообще быстрое развитие человеческого общества Потому что вот прошло 90 тысяч лет Первобытно-общинного коммунизма И состояние почти такое же В чем разница? Разница в одном Увеличивалась, совершенствовалась Увеличилась производительная сила тех, кто работает За счет чего? За счет совершенствования орудий труда И вот эти орудия труда как раз показывают Как современные орудия нам не показывают Если вы захотите посмотреть где-нибудь Как устроен современный завод И какие современные станки И как они менялись, допустим, с 20-го по 2017-го, с 1920-го по 2017-й год И это, в общем-то, негде и посмотреть Ну, только в кино И то в каких-то, так сказать, отдельных передачах Вот, в принципе, такой картины мы не видим А вот древнее состояние Это движение, оно отражено Отражено вот это движение средств производства Почему мы к нему обращаемся? Потому что не так обстоит дело Одни положительные, другие отрицательные А какой-то есть какая-то гарантия Что прогресс будет нарастать И побеждать регресс Есть, в чем она состоит? В том, что производительные силы только развиваются Только развиваются, они не деградируют Орудия труда только развиваются Средства производства совершенствуются Совершенствуются средства производства и работник А работник – главная производительная сила Его умелость, его знания, его сноровка Они нарастают И они нарастают по мере развития материальных средств производства Само понятие средств производства идет от слова Средний член То есть человек между собой и природой ставит некое орудие, которым вот этот вот элемент не является. С помощью этого орудия он преобразовывает природу. А с помощью этого орудия я могу только сообщать, что собираюсь преобразовать. А вот для того, чтобы преобразовать, мне надо взять какое-то орудие, скажем, топор или саху, или плуг, и с помощью него преобразовывать ту природу, которая дает средства к жизни людям. И пока производительная сила общественного труда не станет таковой, что один человек может содержать два и более людей, а рабовладельческое общество невозможно. Правильно? Вот начало, так сказать, рабовладельческого общества или конец первобытного общенного коммунизма. В чем состоит? В том, что вот еще идет племенная война, племенная рознь, племенные войны, и вы меня победили. И я вот в данном случае потерпел от вас поражение. Что вам со мной делать? Если я могу произвести только предметов потребления только для того, чтобы себя прохормить, то, как вы понимаете, если вы собираетесь меня держать в качестве военнопленного, да, пленного, то это значит, что, во-первых, я на самом деле не хуже и не лучше. Просто вот я вот проиграл в этой борьбе, а вы выиграли. Но если вы хотите, чтобы я никуда не убежал от вас и вас не убил, вам надо потратить на это силы. А кто будет добывать хлеб насущный? Если вы не будете добывать хлеб насущный, а меня охранять, я буду есть, а вы меня будете охранять, я выживаю, вы умрете с голоду. А вот если я могу произвести на двоих, на троих человек средства существования, да, вот тогда вам прямой резон, зачем вам меня убивать? Даже я вам объяснить могу тогда. Зачем вы будете меня убивать? Во-первых, вы и так имеете право меня убить в любой момент. Я проиграл в битве. Это по-честному читал. Раз я проиграл, вы в любой момент меня можете заколоть. Но зачем вам меня заколоть? Вот я сейчас буду производить продукцию, работать на вас, буду делать и для вас, и для себя, и для вас, и еще для одного человека, для вашего ребенка. Стоит ли меня заколоть? Подумайте. И тогда появляется возможность, теоретическая возможность и практическая возможность рабства. А до этого оно просто исключено. И в плен тогда они брали. Какой смысл? Более того, родители, понимающие, вот у вас родились дети, и когда у вас дети родились, надо же их кормить. А вы можете прокормить только себя и детей, или себя и родителей. Ну, так кем надо пожертвовать? Родителями. А родители сами умные. Они не ждут, когда ими пожертвуют. Они говорят, ну, там Наташенька, Дашенька. И в горы пошли, папа с мамой. Попрощались и ушли. И все. А вы воспитываете, а кто должен это? А это жестокое время. А почему оно жестокое такое? А потому что мало средств существования. Мало. Или идите в общину обратно. Вот все вместе. Вы еще там выживете как-то. А вот если вы хотите жить какой-то отдельной семьей, то только другого способа нету, кроме как вот так. Ну, когда у вас появляется больше рабов, тогда уже такой проблемы нет. Правильно? У вас появляется больше рабов, вы можете организовывать их труд по принципу кооперации. И кооперация такая форма туда, при которой много лиц полномерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. И поэтому создаются прекрасные храмы, дворцы. Замки. Создаются водопроводы. И на общественных работах используются рабы. И тогда создается вот то, что нам оставила цивилизация того времени. Можете поехать в Италию посмотреть, что осталось от римского государства. Можете поехать в Грецию. И там тоже посмотреть колыбель человеческого общества. И какие там прекрасные замки, дворцы и храмы. И когда на них смотришь, думаешь, как их тогда создали, непонятно. Ну как такие огромные статуи. И на них, так сказать, камни огромные стоят, уже обработанные. И даже полуразрушленными, они выглядят все равно гигантскими. Кажется, что это невозможно сделать при той технике. Подъемных кранов не было. Ничего этого не было. Хотя, если я вас начну расспрашивать, как вот Исаакиевский собор Монферрану удалось сделать. Наверное, ему тяжело одному было поднимать эти колонны. Но мы не знаем, что было специально для Исаакиевского было разработана самая система подъема. Вот, самая система подъема. Показывали одно время там в музее, какие блоки были, какие канаты. Да, то есть это сложная, очень инженерная задача. Но эту задачу решали и тогда, еще в Древней Греции и в Древнем Риме. То есть это намного раньше, когда люди еще вроде бы не в состоянии это делать. Но делали это. И это подтвердением тому являются вот эти исторические здания и сооружения, которые сохранились. Вот, поэтому был класс рабовладельца прогрессивный. Потом, по мере вроде развития рабовладения, что происходило, была отрицательная тенденция. Постарался выйти до рабовладельца. Это лучшие воины были, да? Наиболее спортивные, наиболее мужественные, наиболее атлетически развитые и так далее. И в умственном отношении развитые. Они все стали передавать рабам. Вот если были бы вы в моей рабыне, я бы сказал, идите, читайте лекции. Там уже есть вопрос. Если вы в моей рабыне, то я же могу от вас этого потребовать. А вы скажете, я не знаю, я ничего не знаю. Как? Вот читайте, пусть она слушает. И так далее. Правильно? И так и происходило. Уже появились рабы, которые из опыта, например. Да? Это кто написал? Один из рабов. То есть появились и драматурги из рабов. Появились и многие люди, которые выполняли то, что вообще раньше выполняли рабовладельцы. А в то же время, вроде бы, более низко стоящие варвары, которые такой культуры не имели, они стали разбивать эти крупные рабовладельщики государства. Почему? Потому что рабовладельцы, как класс, ослабели. И они перестали быть классом прогрессивным. А какой класс прогрессивный, что это, эти варвары, которые набегали, они знали, какой класс будет прогрессивный? Они не знали. И я думаю, что вряд ли они так ставили вопрос. Но они разрушили рабовладельщику систему. Осталось на этом месте, на месте этой системы. Во-первых, культура перешла в эти новые государства, которые образовались на месте старых обовладельщиков государства. Культура перешла, и мы прекрасно знаем, что, скажем, те достижения, которые были в области математики, в геометрии. Евклида геометрию изучают. Но это Евклида геометрия Евклидом создана в Греции древней. Поэтому то, что было достигнуто и в духовной области, оно и в области изготовления орудий, средств производства особенно, которые хорошо сохраняются, в какой-то мере утрачено, может быть, в каких-то частях, элементах, но в общем и целом оно сохранено и передано. Или вот это отрицание было снятием, то есть снятие это отрицание с удержанием, с сохранением того, что было сделано. И появилась другая система зависимости работника от того, кто является его хозяином. Какая система? Феодальная. Феод – это участок земли. Вот то, что имеет этот участок земли, этот феод, он имеет и крестьян, которые на этом участке, тех людей, которые обрабатывают эту землю. Может быть, это и были бывшие рабы, но теперь нельзя их уже убивать. Общество, в лице государства, феодального. Подписалось под тем, что работника убивать нельзя. Если вы плохо работаете, вас убить нельзя. Дальше это и к нам уже перешло. Если студент плохо что-то выучил, вы можете ему оценку плохую поставить, но замахиваться на него или там что-то еще, вы не имеете права. То есть нельзя уже убивать. Хотя вы знаете, что крепостного можно было продать. Землю, без земли, семью, без семьи. И применять интересные наказания. Безграничные. Никаких ограничений не было. Но вот этот самый крепостной, это работник, который был собственностью тоже, как и раб, собственностью хозяина. Но он был заинтересован в развитии производительных сил, в использовании средств производства. Раб совершенно не заинтересован. Я вот лучше использую это средство моего закабаления. Правильно, если я раб? А если я крепостной, ну, если я буду плохо работать на баршине, мне не даст работать помещик на моем участке, который мне выделен. И мне выгон выделен, и возможность пасти домашних животных, и в лес ходить за ягодами и грибами. Если я хорошо работаю, то я заинтересован в том, чтобы средства производства совершенствовались. А раб не заинтересован. Поэтому, как только появились эти новые средства производства, для них нужен был другой работник. И тем самым вот этот процесс, невиданный такой процесс, совершенствование орудий труда, он и закладывает эту линию развития в основу всего. Вот это совершенствование средств производства и развития работника, оно неостановимо. И оно идет, как вы вначале сказали, по восходящей линии. По восходящей линии. Средства производства не идут по нисходящей линии. Это отдельный, либо вот станки состарятся и умереть, там какие-то орудия, сломаться, их выбрасывают. А в целом все средства труда и средства производства совершенствуются, совершенствуются и совершенствуются. И можно говорить о чем угодно. Но, скажем, если мы поставим вопрос, а как с производительностью труда? Производительность труда может быть при рабовладении, может быть при феодализме, может быть при капитализме, может быть при коммунизме. Но производительность труда всегда растет. Вот эта линия неизменна, и вот этот рост производительности труда лежит в основе общественного развития. Рост производительности труда, если вначале вот рост производительности труда привел к возможности создания рабовладения, а тот же рост производительности труда позволил изменить и другие общественные отношения, опять ради прогресса даже в росте производительности труда. Как вы понимаете, свободный рабочий может уже работать с помощью машины, а крепостному вы ее не дадите, потому что крепостной безграмотный, крепостной зависимый, он заинтересован по сравнению с рабом в результатах производства, но он, так сказать, не имеет таких стимулов, как имеет свободный рабочий. Поэтому в следующей стадии, когда феодалы были на заре создания феодализма, они были прогрессивными. Скажем, их царь Петр у нас, это был прогрессивный монарх, да, и его деятельность при всех, так сказать, недостатках и минусах позитивная. В целом, если вы посмотрите на наш город, вы должны будете сказать, что все самое красивое в этом городе создано в эпоху феодализма. А почему не в эпоху капитализма? А потому что для капитализма он важен не красивый, а дорогой. Если я ставлю целью как можно больше получить, надо дома настроить и деньги за них забрать. Это все вы и наблюдаете. Строит, и деньги собирает. Собирает деньги и строит. Да. А у феодалов? А феодал, хоть он и для себя делал это здание, но он делал для утворения своих потребностей, которые, так сказать, росли. И которые были изощренными. Поэтому он такую красоту делал, скажем. Тоже, скажем, Смойнский собор, или Таврический дворец, или Зимний дворец. Да? Или тот же самый Исаакиевский собор. Это же Казанский собор. Это все же красота. А то, что построено в эпоху капитализма, и то, что сейчас строится, ну, такие утилитарные, да, как можно, так сказать, больше с этого получить денег от этого строительства. Тем более мы знаем, что в нашей современной России уже в ходе строительства пытаются, что делать? Делать откаты. То есть, если я получил какой-нибудь подряд, а вы даже решали вопрос, который я, если вы мне дали добро, то я вам должен 10% дать. Это поначалу. Это поначалу. И у нас есть данные, и до 90% вот этот откат. Если вы мне очень много выделили, но 90% должно уйти к вам, а 10% оставить мне. Возьмем свежие данные о нашем дорогом стадионе. Дорогом. Сколько планировалось на него потратить? 9 миллиардов. Ну, потом утрясали, утрясали, но утрясали 9. А уже сейчас больше 40. Больше 40. И еще говорят, что надо его дорабатывать. Сейчас вот начинает осваивать, тут вскрывается, то все. Сейчас вот зенит его осваивает. И надо вот еще кое-что выделить, короче говоря. Ну, здесь уже, можно сказать, по нисходящей дополнительной затраты идут, но во сколько раз? Чтобы получилось 40, надо... В 6 раз. Нет, ну не в 6. 6 в 9, 54. 5. 5 раз. Почти в 5 раз. 4 с лишним раза выросли затраты. А это все же, а это был же проект, это был, значит, расчет, все. А это же было все, бюджетные средства выделялись и так далее. Или, например, вот у нас строят космодром Восточный, еще не достроили. Но он уже, первые запуски уже там были. И вот планировалось, что приедет туда президент Владимир Владимирович Путин и будет смотреть вот как идет первый пуск. Приехал он туда, а он должен был смотреть из здания гостиничного типа. Гостиницы, которая одновременно и смотровая, и гостиница. Достаточно близко, с одной стороны безопасно, а с другой стороны достаточно надежно и близко от места пуска. Они построили это здание. Они построили, потому что денежки украли эти. И вот там Владимир Владимирович сидел, выкопали траншею, откуда они смотрели. Сидел в этой траншеи и думал, ну вот я буду разбираться. И начали, значит, новые уголовные дела, разбираются все. Или мы знаем, что и как строилось на Сахалине. Дескать, это наш край земли, не надо жалеть денег. Приезжал гражданин Хорошавин, губернатор, и говорил Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, это же наши вот края, там очень сложно все строить, надо столько-столько, это миллиардов. А перед этим он спрашивал, вам сколько надо миллиардов? Сколько вам надо? Вот вы, Сахалинская у нас, строительница. Сколько вашей фирме нужно денег? На ваше строительство, чтобы вам было хорошо. Хорошая меня зовут, я вот так. Чтобы вам было хорошо. Сколько вам надо? Ну, если вам нисколько не надо, я и разговаривать не буду. Ну, миллиард вам хватит? Не смотря, что мне можно сделать. Вот смотря, так я вас спрашиваю, вы же, вы же, вы говорите, хватит ли фирмы? Ну, я и спрашиваю, вам миллиард хватит для того, чтобы собрать сколько? Мало, миллиард сколько, полтора? Два или три. Ну, как-то вы определяете, два или три. Ладно, два. Раз вы не знаете, зачем я буду вам повышать? Значит, два вам нужно. Значит, будете просить четыре. Понятно? Я эти деньги добуду, вот поеду к Дмитрию Натальевичу, а два вы мне отдадите. Вы же два должны получить, вы получите. А эти два, которые не ваши, отдадите мне. Все понятно вам? Вы видели, что когда Хорошавина арестовали, никто не протестовал из этих вот каберсантов. Они же свое получили. А картина такая, по уголовному делу, которое заведено, уже нашли по эпизодам взяток на 600 миллионов рублей. 600 миллионов. А арестовали у него в квартире. Один из них ценностей на 1,8 миллиарда. Хорошавин же губернатор был, он грамотный человек. Он обратился в Координационный суд с таким прошением, что такой-секой, злобный следственный комитет. Забрал его 1,8. Ну вот, а доказано только по уголовному делу, ну и целых шестьдесятых. А то, что у меня дома хранилось, это никого не касается, потому что в нашей свободной современной России нельзя спрашивать, откуда у меня деньги. Не спрашивать, откуда у меня пиджак, откуда у меня часы, и сколько они стоят. И вы у меня тоже не спрашиваете, потому что это как бы неприлично. А раз неприлично, то вот мы просим разъяснить. И что вы думаете сделать Конституционный суд? Он взял и разъяснил рекомендацию, дал Верховному суду. Это не забирать. Но Верховный суд, поскольку это была рекомендация, такая игра называется этих, ветвей власти. Если он мог бы однозначное решение вынести, тогда решение Конституционного суда выполняется, и все. А он просто порекомендовал. А раз порекомендовал, вот я если вам порекомендую выпрыгнуть с третьего этажа, вы, может быть, и послушаете, но вряд ли будете выполнять. И вот он так же Верховный суд послушал и принял решение оставить в силе решение о конфискации этого дела. Еще нет решения о конфискации, пока только об аресте. Вопрос должен решаться еще, судебный процесс не прошел. Ну, это, так сказать, одно из только самых-самых таких ярких. Или наш министр экономического развития. Как его фамилия? Уликает. Он обычно как выступал? Вы должны привыкнуть к новой экономической реальности. То есть будет хуже. Хуже, привыкайте. А кому будет хуже? А вам будет хуже? А лучше будет кому? А лучше будет мне. Потому что если одному хуже, другому лучше. Так же не бывает. Если я у вас деньги заберу, это не то, что будет у всех мало денег. У меня будет много денег, у вас мало. Вы у меня деньги заберете. Опять хорошо. Вам. А мне плохо. Поэтому если вот у нас так получается, что темпы роста сейчас экономического развития минус 0,2, сейчас вот, в этом году, минус 0,2 процента. То есть отрицательный темп рост. То есть у нас не рост, а сокращение производства. В это время, как я вам данные приводил, в это же самое время, на 10 процентов число долларовых миллионеров выросло, и на 11 процентов долларовых миллиардеров. А как это может быть, если количество продукта не увеличивается? Когда оно уменьшается на другом краю, и мы увидели это уменьшение, 92,5 процента зарплата по отношению к 2013 году, и 90,5 процентов дохода по отношению к 2013 году. Вот что мы тут наблюдаем. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, вот в данном случае, не прогресс, а регресс. Но не для всех. Если вы возьмете только, выделите исключительно, не общество в целом, а если вы возьмете только вот эту группу миллионеров, миллиардеров, у них это прогресс. Если вот возьмете их и с их позицией, правильно? Поэтому то, что для них может быть прогрессом, для других – регресс. Ну вот мы с вами разбирали вопрос о прогрессивности класса или реакционности класса. Значит, было рабовладельцы, были прогрессивным классом, стали реакционным. То же самое с феодалами. Феодалы в 19 веке, вот когда там, в 15 веке, в 16 веке, они были прогрессивные, в 17 веке были прогрессивные. А если вы возьмете период 19 века, когда начал развиваться капитализм, а капитализм стал развиваться на какой основе? Свободные наемные работники. Это бомжи или бывшие ремесленники, или бывшие крестьяне, которых уже не вернуть. Они убежали и не вернуть их к своему помещику. Они поступают на работу, продают свою рабочую силу свободно и получают доходы выше, чем у крепостных крестьян. Вот у Ленина есть книга, которую он написал в ссылке в Шушенском. Называется она «Развитие капитализма в России». Он там на огромном массиве материалов статистических показал, что доходы рабочих в городах выше, чем те доходы, которые получает крестьянин в деревне. Поэтому неодолимая тяга уехать из деревни в город. И этот процесс образования городов прогрессивный на тот момент, он начал очень быстро развиваться. И уже в XIX веке российская экономика стала какой? Капиталистической. Российская экономика стала капиталистической. А следовательно, феодалы каким классом стали? Прогрессивным или реакционным? Реакционным. А какой класс стал прогрессивным? Буржуазии. И мы знаем, что такое Великая Французская революция, какие были идеалы освобождения, свободы, равенства, братства. Буржуазия была гегемоном, можно сказать, буржуазной революции в то время, когда была Великая Французская революция. Когда у нас была революция буржуазная, уже нельзя сказать, что буржуазия была гегионом. У нас рабочему классу приходилось решать вопросы, которую должна была бы, исходя из своих интересов, решить буржуазия. Ну, российская буржуазия отобрала у землевладельцев, у помещиков землю или нет? Отдала ее крестьянам или нет? Нет. А чья это задача? Это буржуазная или социалистическая задача? Ну, помещиков не изложить. Как их не изложить? Если вы помещица, отобрать у вас землю, вы не помещица. И все. И вы свободный, хороший человек. Идете на работу, поступаете ко мне, если я капиталист. А если я не капиталист, а она капиталист, мы к ней поступаем. И все. Ну, это задача буржуазной революции. Что сделать? Отнять и разделить. Вот то, что иногда полуграмотные люди пишут, дескать, вот большевики хотели отнять и поделить. Ну, это какая-то ерунда. Большевики хотели отнять и соединить. Общие собственности сделать на средства производства. А вот СССР, которые представляли собой мелкобуржуазную партию, вот они были за то, чтобы отнять и разделить. А что сделали большевики? Они доделывали ту работу, которую должна была сделать буржуазия. Буржуаз. А? Они не раскулачили. Нет. Они не раскулачили. Большевики в 1917 году. Само деление на вот этих бедняков, середняков и кулаков ликвидировали, потому что всем нарезали по едокам. В 1917 году как это делалось? В чем состоялось? Декрет, в чем состоялось о земле? Вот у вас семья, 13 человек. Муж, жена, может быть, родители еще двое, четверо и десять детей, 14 человек. Вам 14 частей земли. У вас 8 человек, вам 8 частей земли. Всю помещичью землю национализировали. Она вся стала земля, сейчас земля стала государственной. И разделена вся пахотная земля по едокам полностью. И требования крестьян, и требования буржуазии были... А почему требования буржуазии? Потому что если я буржуазия, а если вы землезаделец у нас, то есть если я на вашей земле буду строить завод, вы же мне, так сказать, заломите такую плату, которая называется реализация, экономическая форма реализации собственности. Рента называется. Абсолютная рента – это вот то, что собирали землевладельцы. С кого? С капиталистов. С тех, которые начинают производство. Спрашиваются, а зачем эти землевладельцы? Они никакой функции не выполняют. У них крестьян уже нет. Крестьян освободили в 1861 году. Они сидят на этой земле, ничего не делают паразиты. Чистые паразиты. И не дают капиталистам развивать производство. Вот Маркс в «Капитале» показал, что проведение национализации Земли позволяет ускорить развитие капитализма. Почему? Вот я, капиталист, должен был платить земельную ренту собственникам Земли. А как только землю национализировали, мне это платить уже не надо. И я, следовательно, могу получить большую прибыль. А если большая прибыль, значит, быстрее развивается капитализм. Поэтому такое положение очень важное. Ликвидация частной собственности на Землю означает ускорение развития капитализма. И ускоренно он стал развиваться. Другое дело, что сами буржуазные партии, они заняты были у нас в России другим. Как вот воевать. Пошла Первая мировая война, и были заняты тем, чтобы погнать туда народ на войну. На войну. Когда разделили землю по едокам, вот это деление на бедняков, то есть сельских батраков, сельских рабочих, середняков и кулаков исчезло. Потому что у всех есть земля. Но, как и предполагали большевики, обязательно начинается такой же процесс расслоения. В одних там в семьях больше девочек рождалось, там меньше, следовательно, работников. Мало того, они еще выходят замуж в другие семьи. А в других семьях больше мальчиков, больше здоровых потом вырастает работников. И поэтому одни требуют землю, прикупали или арендовали больше, а другие сдавали в аренду или продавали. В итоге, к 1928 году только возник вопрос, вот тот, который вы правильно поставили. Вы правильно его поставили, но он, исторически только он появился, только этот вопрос. В 1928 году. И тогда уже решался вопрос о уничтожении этого деления на кулаков, бедняков и середняков по-другому. Не методом чего-то, какого-то дележа земли нового, потому что таким методом невозможно это сделать, а методом создания коллективных хозяйств. Это вот другая задача была. И, соответственно, государство боролось с теми, кто препятствовал созданию коллективных хозяйств. И поскольку кулаки препятствовали, то, так сказать, боролись с кулаками. То есть, это и было раскулачивание. Но, вот мы только что с вами говорили, что во всяком прогрессивном процессе бывает одновременно процесс негативный. Что могу я вам продемонстрировать очень просто, на вашем же примере. Вот я уверен, что вы сейчас не скажете, кто такой кулак. И если вас пошлют раскулачивать, то вы раскулачите не того, кого надо. И будете делать злоупотребление. А тогда мы будем стараться вас наказывать. А поскольку мы тоже не знаем, то и нас надо тоже наказывать. И пошла. Тогда кулаком считался человеком, у которого даже, не знаю, несколько коров. А вот я вас спрашиваю, вот тогда считалось. Я не тогда. Вот вы сейчас живете в 21 веке. Вы сейчас имеете какие-то оценки. Вы-то хоть знаете, еще прошло 100 лет, а вы-то знаете, кто такой кулак сейчас? А? Да я спрашиваю, кто это такой из кулаков. Это же вопрос второй. Что делать, это второй вопрос. Сначала надо знать, кто такой кулак. А вы? Как это нет такого понятия? У кого нет? А в науке такое понятие есть. И в науке есть, и в истории есть, и в литературе художественной есть. Только понятия, которые вы сформулировали, неправильные. Потому что есть буржуазия и рабочие городские, они называются как? Рабочие и капиталисты. И есть мелкая буржуазия и городская. Это тоже, я думаю, вы не знаете или знаете. Что такое мелкие буржуазия? Я буду спрашивать на экзамене. Мелкие буржуазия – это кто? Самое прямое, потому что у нас социальная философия. У нас рассматривается вопрос, вот мы сейчас добрались уже до социальной философии, как эти общие категории проявляются в конкретной общественной форме. А какое это отношение имеет к журналистике? Потому что вы же занимаетесь не физикой и не химией, а вы занимаетесь обществом. Поэтому мы вам должны давать такие философские понятия, которые вы можете применить как журналисты, а не как люди, которые изучают процессы падения тел. Правильно? Вот с процессами падения тел мы разобрались, мы эту общую теорию разбирали. Вот поэтому надо знать определения. Если определения вы не знаете, надо их записывать. Значит, мелкий буржуазия – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это не маленький буржуй и не маленький капиталист. Это вообще не капиталист. Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок, то есть трудящийся, но трудящийся для того, чтобы продать, ну и купить то, что им потом нужно. Вот такие люди, которые работают своим трудом заняты, производят материальные блага, но выносят их на рынок, они не похожи на патриархальных хозяев. Патриархальные своим трудом все производят и сами же и потребляют. Ни на какой рынок не выносят. Я вот сделал огурцы, у меня есть свинья, я ее заколол, сделал сало и так далее. И сам потребляю. И помидоры, и так далее. А вот если речь вот о выносе на рынок, вот мелкий хозяйчик, работающий на рынок, называется мелким буржуа. На селе мелким буржуа являются крестьяне. Средний крестьянин – это и есть мелкий буржуа. У одних три коровы, у другого две коровы, у третьего одна корова. Это не важно. Важно, что если они вот так живут, своим трудом, более того, они могут какое-то количество людей нанимать. Если они живут преимущественно своим трудом, то они мелкий буржуа, они не буржуа. Ну, то есть у меня там восемь здоровых сыновей, они работают, а еще есть три наемных работника. Каким трудом живет семья? Ну, своим прежде всего. Ну, привлекает еще и чужой труд, неоплаченный. А вот если у меня своих там двое или трое, а я 15 человек привлекаю, то семья уже живет чужим трудом, а не своим. Тогда она уже не является мелким буржуа. А кем она является? Это вот те люди, которые живут за счет чужого, неоплаченного труда, за счет наемного труда работников. То есть они покупают рабочую силу на рынке и используют ее. Эта рабочая сила создает и то, что необходимо для ее собственного существования, это называется заработная плата, цена рабочей силы. И то, что необходимо для, то, что забирает, то, что организовывает производство. Капиталист организовывает, он забирает всю часть. Почему? На основе законов товарного хозяйства. Раз у нас товарное хозяйство, рынок, значит, все это справедливо. Потому что я вашу рабочую силу купил, и это не ваше дело, как я ее использую. Я вам заплатил в соответствии со стоимостью вашей рабочей силы. А стоимость вашей рабочей силы определяется тем, что нужно для вашего воспроизводства. Вас и вашей семьи. Чтобы вы не умирали. И все. А дальше уже прибавочный продукт. Потому что на самом деле вы создали это весь продукт, а то, что вам выдали в виде заработной платы, представляет собой только малую часть. Поэтому на самом деле он неоплачиваемый. А на поверхности явлений он представляется как полностью оплачиваемый. Дескать, я купил вашу рабочую силу, все это вас не касается, я ее использую. Но это представление вульгарное о несправедливом обмене, которое рассмотрено было в свое время Марксом. Для того, чтобы этого не было, такого рассмотрения, он в первом томе капитала сделал предположение, что все продается только по стоимости. То есть, чтобы не было вот этой предпосылки, что я вас надул. Ну, сначала я вас надул, потом вы меня надули, и тогда получается, что это все перемещается, но больше-то не получается никакого прибавочного продукта. А капитализм построен на том, что вот известные деньги вбрасываются в производство, потом из этого производятся товары. Товары уже большей стоимости производятся, чем было в начале, и поэтому, когда их продают, получается прибавочная стоимость. И капиталом называется уже не просто другое новое, капиталом называется самовозрастающая стоимость. Стоимость, которая благодаря вот такому товару, как рабочая сила, может возрастать безгранично. И вот это безграничное развитие и поднимает производительные силы. И буржуазия поэтому сглала колоссальную позитивную роль в развитии промышленности. Очень позитивную. А какой класс был прогрессивный после того, как утвердился буржуазный строй? Буржуазия. Она и была самым главным прогрессивным классом. Теперь остался еще один класс, которым они рассмотрели. Так, вот буржуазия в деревне, то есть те люди, которые нанимают чужой работников и используют их для производства продуктов, и сами меньше затрачивают, чем они получают, это кулаки. То есть кулак – это сельский буржуа. Никакого тут секрета нет. Это буржуа в сельском хозяйстве. Если он не буржуа, так сколько бы у него, он может и мельница есть. Ну и что? Он вовсе может быть не кулак, а просто у него большая семья, и они хорошо работают. Это называется зажиточный крестьянин, зажиточный мелкий буржуа. А вовсе не кулак. И кулаков, по такой точной оценке, то есть людей, которые были бы буржуа, в это время, в конце XIX века в России было порядка 6% всего. Далее, когда вот это все разделилось, и процесс в городе шло строительство, после революции, строительство социализма, а в деревне шло развитие капитализма. И к 1928 году структура социальных отношений в деревне была такая. 6% кулаки, соответственно, батараки и также мелкой буржуазии. Поэтому это только видимость, что в деревне был, развивался социализм. Там никаким социализмом не пахло, поэтому революция в деревне, она завершилась только в конце 20-х, в начале 30-х годов. А создание коллективного хозяйства исключает свободный найм работников. То есть, кто пойдет наниматься, когда он может кооперативным образом создавать все, что нужно для его благополучия. Это и означает ликвидация кулачества как класса. Как класса, а не как людей. А вот те люди, которые отправляли кулаков, или думали, что отправляли кулаков, и не знали, кто такие кулаки, они и есть источник злопотребления. Поэтому мы в государственном университете, с точки зрения государства, должны вырабатывать точные понятия, чтобы ни мы не делали ошибки, ни люди, которые нас слушают и наши произведения читают. Чтобы у нас никто не думал, что кулак – это просто зажиточный человек. Это неверно. Зажиточник… Это не кулаки. Потому что не знали. Вот как вы не знаете, так и они не знали. Вы даже сейчас не знаете. Они и раньше не знали. Ну и как к вам нет таких больших претензий, так, я думаю, вы… Ну как к бедным крестьянам, которые не учились в государственном университете, можете такие предъявлять. Или к рабочим. 25 тысячам. Вот они приехали, и они организовывали эту самую коллективизацию. Я не говорю, как вы на основе исторических фактов. Они так, как должно было быть. Сегодня мы все прекрасно, но разница, и все еще не другое. Какая-то разница. Как другое? Как же другое, когда именно то и было. И злоупотребление. Злоупотребление. Очень многих отправили. Очень многих отправили зажиточных крестьян в Сибирь. На том основании, что эти люди, которые занимались этим делом, не знали, кто такие кулаки. И записывали список кулаков. Вот. А я бы очень не хотел, чтобы люди, которые вдруг кому-то придется что-то делать, чтобы они не знали, кто такие кулаки. Как вы это считаете? Правильно моя позиция? Что вот я буду от вас требовать, чтобы вы знали, кто такие кулаки. И чтобы таких глупостей, которые потом могут превратиться в злоупотребление, чтобы их не было, мы не знаем, как наша жизнь повернется. У меня, например, дипломником был министр финансов товарищ Кудрин. И вы, наверное, знаете, кто у нас выходит из нашего университета. Надо, чтобы из нашего университета не выходили люди безграмотные, которые не знают основных понятий. Поэтому и требования к вам предъявляются. Я вам это понятие сформулировал. Кулак – это сельские буржуа. Если вы не доказали, что он буржуа, то он не кулак. А как вы можете доказать, если вы не посчитали, где вот его труд, а вот труд наемных работников? Если труд наемных работников, который он привлекает, меньше, чем труд собственный, значит, он не кулак. Очень четкий критерий. А батрак – это просто сельскохозяйственный рабочий. Это просто переименование. Наменование для сельскохозяйственников. Если я рабочий, но работаю в сельском хозяйстве, я батрак. А крестьянин – это никакой не крестьянин. Сословие крестьянин – это понятие феодального общества. Крестьянин – это то, что относится к сословиям феодального общества. А на самом деле в деревне уже мелкие буржуа. Вот они, сельские мелкие буржуа, называются крестьянами. Вот такая картина здесь. Ну вот мы смотрим на вот это движение, которое было историческое, и видим, что класс сначала выступает как прогрессивный, потом он может стать реакционным, как буржуази. Скажем, уже Россия стала реакционным и даже не выполнила своей исторической роли во все эти вопросы, связанные с земельными делами. Это дело сугубо буржуазное. И это дело буржуазной революции. И, наконец, дальше. Появляется рабочий класс. Как он? Вечно будет передовым или нет? Не будет он передовым вечно, потому что задача рабочего класса состоит в уничтожении социального неравенства, и тем самым и классов вообще. А раз не будет классов вообще, то он никаким вечным классом не может оставаться. И если он будет задерживать этот процесс, он тогда вступает в противоречие со своей природой, природой общественного прогресса. Общественный прогресс не состоит в том, чтобы навечно была власть рабочего класса. Он состоит в том, чтобы деление на классы, социальные различия между городом и деревней, людьми, физическими, людьми умственного труда, были ликвидированы. И это дело очень долгое, но это входит в понятие экономических интересов рабочего класса. Если же он эту роль и не выполняет, начинается обратный процесс. Вот, скажем, на сегодняшний день Россия оказалась путем возвратного класса образования в таком состоянии, когда она снова есть буржуазия, мелкая буржуазия и пролетариат, рабочий класс. Да, некоторые всегда, так сказать, реакционеры всегда считали это утопией. Поскольку они защищали интересы этой буржуазии. Поскольку они защитники интересов буржуазии, они без всяких доказательств объявляли это утопией. Потому что утопией это нельзя, так сказать, объявлять, потому что вы, значит, не берете во внимание развитие производительных сил. Что происходит с развитием производительных сил в капиталистическом обществе? Вот, скажите, пожалуйста, какой был рабочий день при буржуазном строе в России в 1890 году? Как вы думаете? Примерно. Начиналось в 12-14 часов. Это была борьба за 8 часов. Не, не, вы перескочили ступени. Значит, во-первых, в это время не было вообще установлено какой-то величины рабочего дня. И вот если взять эту цифру, которую я назвал, 1880, и не было. Ну вот после крупной морозовской стачки в 1897 году царское правительство, царское правительство, но уже когда в России вообще выживался капитализм, оно установило впервые максимальный рабочий день 11 с половиной часов. Дальше. Временное правительство, тоже буржуазное правительство, уже не царское, не феодальное, а буржуазное правительство, оно, несмотря на тому, что уже условия к этому созрели, к тому, чтобы сделать 8-часовой рабочий день, а в каком смысле созрели, переход к более короткому рабочему дню не дает падения производства. Потому что на эти вещи надо смотреть не с позиции абстрактной, справедливости, а с позиции того, а что является общественным прогрессом. Если будет производство падать при этом, то это не прогрессивно. Так вот, переход к 8-часовому рабочему дню уже к началу 20-го века вполне созрел с точки зрения развития производительных сил. Нужен человек грамотный, не уставший, не замученный, он должен не таскать просто то, что тяжелое, а он уже должен работать на машинах, с помощью машин, при машинах, поэтому появилась потребность в 8-часовом рабочем дне. Но буржуазное правительство не сделало этого. В 17-м году явочным порядком на некоторых производствах стал устанавливаться 8-часовой рабочий день. Сами рабочие устанавливали, никого не спрашивали. А законодательно он был установлен только одним из декретов советской власти сразу после Октябрьской революции. Дальше. С этого времени прошло еще 100 лет. Правильно? Ровно. Вот за эти 100 лет, как показывают экономические исследования, которые имеются, за эти 100 лет создались условия для того, чтобы состоялся переход к 6-часовому рабочему дню. И вы знаете, и в Швеции такие, значит, тоже есть такой, идет переход такой. Вы знаете, что к 7-часовому рабочему дню переходили, так сказать, с некоторыми колебаниями во Франции и в Германии. Вот. В чем тут дело? Вот сейчас стоит задача экономическая, научно-технического прогресса. То есть должен быть рабочий, который высоко образован, который может работать на очень сложной технике и который должен работать творчески, а это несовместимо с 8-часовым рабочим днем, которые, так сказать, особенно в условиях нынешнего города, плюс дороги, плюс, так сказать, все эти затраты, они делают это невозможным. Поэтому на сегодняшний день встала задача перед всем миром перехода к 6-часовому рабочему дню. Другое дело, что как и когда и где ее осуществят, это вопрос назревший, который сейчас пока не решился. Но этот вопрос связан не просто с интересами отдельных людей, а с развитием производительных сил. То есть вот кроме того, что на поверхности, что на поверхности бывает классовая борьба, классы борются, то борются рабовладельцы с рабами, то борются феодалы со своими крепостными, то потом борются рабочие с буржуазией. А надо видеть общую линию развития общества, которая связана с развитием производительных сил. Исходя из этого развития производительных сил и вытекает задача сокращения социального неравенства. Это и означает уничтожение классов. Что такое уничтожение классов, как не утопия? Как утопия, это думать, что вот так в один прекрасный день класс исчезнет. Это утопия. Потому что утопия означает рисование каких-то картин, в котором нет никаких путей. А вот если у вас будет сокращаться рабочее время, и рабочее время будет у вас сокращено, скажем, до 4 часов в день, а свободное время у вас будет 5 часов, это будет означать, что кто вы, что вы собой как общественная фигура представляете, определяется не тем, что вы делаете в рабочее время, а тем, что вы делаете в свободное время. И если вы в рабочее время работаете на станке, а в свободное время занимаетесь журналистикой, то вы журналист. А вовсе не рабочий. Почему? Потому что вы больше занимаетесь журналистикой, чем выполняете функции рабочего. И вот это вот, а вот этот переход к свободному времени, он прямо вытекает из тенденции развития производительных сил, и он и вытекает из экономических интересов самого крупного класса, рабочего класса, который будет этого добиваться. Поэтому это не утопия, а это уже стало насущным интересом и одновременно интересом громадного числа миллионов людей. вот если она утопия, если это вот такие, как Сен-Симон Курье и Оуэн, рисует картины красивой жизни, а дороги к ним нету. Или христианский социализм, который тоже некоторая утопия, дескать, вот тут у нас, как говорится, нехорошо, а вот будет там хорошо, когда нас не будет, когда мы летим на небо. Это тоже утопия. А вот в данном случае речь идет о той тенденции объективной, которая является тенденцией общественного прогресса. Так, на этом мы эту тему... А? Понятие, объясняю, объясняю, потому что понятие классов не психологическое, понятие классов сугубо экономическое. В ней вообще нет не только психологии в этом понятии, в нем нет даже ничего от политики, потому что классы, это что такое? Это деление на классы, это классификация научная. Классификация идет по принципу положения в производстве. А положение в производстве означает, это что такое? Это место в исторической определенной системе общественного производства, то есть в городе или на теле. Раз. Сельскохозяйственное производство или промышленное. Второе, это отношение к средствам производства. Есть средства производства в собственности или нет? Это два, тоже экономическое. Третье. Третья роль в общественной организации труда. Вот сейчас я управляю, вы подчиняетесь в нынешнем положении. А может, вы станете у меня начальником, я буду подчиняться, а вы будете иметь руководящую роль в этой области. Это все меняется. То есть роль в общественной организации труда. Размер доли общественного богатства, которое располагают люди, и способ получения. Причем это должны быть большие группы людей, то есть сравнимые с размерами общества. Не отдельные люди, которые о чем-то думают. Например, если мы начнем заниматься психологией, то мы выясним, что брат Ленина-Ульянов хотел убить царя, а Ленин был дворянин, Дзержинский был дворянин, и чего его занесло. А вот Энгельс был, как известно, фабрикант, и папа у него был фабрикант. И вот они вместе с Марксом, который был буржуазный интеллигент, и никакого отношения к рабочим они не имели, и к капиталистам Маркс не был. Но они вместе стали идеологами рабочего класса. И это уже индивидуально, ли, там, личности, носители, выразители. Вот тут всякая психология присутствует. А когда мы берем большие группы людей, там, сотни миллионов или десятки миллионов людей, это вопрос не психологии, а экономики. И есть даже два, две категории такие. В психологии одна категория интересов, в экономике другая. Вот если я, сейчас вы чем-то заинтересовались, это психологическая категория. Вот если берем мы категорию психологии, то интерес, психологический, это концентрированная направленность внимания на удовлетворение определенных, обусловленных потребностей человека. Я люблю пение, чтение, рисование, интересуюсь пением, чтением, рисованием. Потом у меня пропал этот интерес, а потом восстановился. А вот когда мы говорим об экономическом интересе, речь идет о другом. Ничем вы интересуете, и не что вас заинтересовало, а что вам объективно выгодно, и в какой мере. И вот что объективно выгодно вам, это определяется не психологией, а вашим положением. Вот скажем, в вашем положении студента выгодно получить прочные, хорошие, фундаментальные знания. И с этой точки зрения мы с вами имеем близкие интересы. Мне тоже, у меня тоже такое положение, что я заинтересован, чтобы мои студенты получили прочные, фундаментальные знания. А кто больше заинтересован? Вы больше заинтересованы, потому что вам песня строить, а нам жить помогать. То есть я должен вас учить, но это моя зарплата и прочее, а вы непосредственно получите. Это вам непосредственно выгодно, как студент. Вы перестанете быть студентом, вам будет выгодно получать там большую зарплату там, где вы будете работать. И для того, чтобы узнать, что вам выгодно, не надо знать, кто вы, а надо знать, на какой вы работе. Узнаете, что там за работа, и что от нее требуется, и сразу будете знать, что выгодно, что нет. Если вы будете в положении предпринимателя, значит, вам будет выгодно зарплату держать не слишком высокую, но и не слишком низкую, чтобы к вам не пришли только некольфицированные рабочие. Правильно? То есть вы будете решать вопрос в соответствии с тем, что выгодно. Вот этот главный вопрос экономический, который ставится в области, так сказать, вот социальных отношений. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...